Студентка мед. университета Донара Шахина приняла роды у своей попутчицы прямо в дороге. По словам девушки, для нее это стало первым серьезным испытанием в жизни. За самоотверженный поступок она получила благодарственное письмо от Министерства здравоохранения и вошла в тройку победителей республиканского конкурса «Караван доброты» в номинации «Храброе сердце». Донара Шахина – местная знаменитость. Несмотря на то, что девушка еще учится в интернатуре, ей уже доверяют самостоятельно проводить операции и лечить больных. Известность к ней пришла осенью прошлого года, после того, как однажды ночью, возвращаясь на такси из Алматы, приняла роды у своей попутчицы. Донара вспоминает, что они остановились в горной местности. Сотовая связь не работала, вокруг ни души. Поэтому и решила принимать роды сама. Спросила, есть ли какие-то антисептики. Они мне сказали, что есть в багажнике водка. Попросила нитку у них. И у меня с собой был скайпель, потому что я периодически дома хожу, что-то шью. Он не дышал. Нос очистила, очистила, на живот перевернула. Потом помассировала, ну он как-то заплакал. Донара рассказывает, что родов с поможением их учили на третьем курсе. Однако самостоятельно, да еще в полевых условиях, принимать роды ей никогда раньше не доводилось. Сперва был страх. Второе, конечно, это радость для меня. Поняла, что не просто так я здесь хожу, что я все-таки могу что-то делать, что я все-таки умею приносить кому-то пользу. Родители новорожденного поведали о героическом поступке Донары в социальных сетях. Попросили ее дать малышу имя. И девушка нарекла его Абдукаримом. Затем пришло благодарственное письмо от министра здравоохранения. В республиканском конкурсе «Караван добра» в номинации «Храброе сердце» она вошла в число победителей. Но ценят коллеги Донару не только за тот поступок. Она очень чутко и относится к больным, как к своим родственникам. Хирургическая служба сама по себе подразумевает. Ихладнокровие, чтобы человек в минуту в такой экстренной ситуации всегда был в трезвом уме, ясном рассудке, чтобы он мог действовать четко. В этом случае даже пусть Донара у нас считается как слабым полом, но в любом случае она себя показала как маститый хирург. О профессии врача Донара мечтала с малых лет. После интернатуры она планирует пойти в ординатуру и стать практикующим врачом-хирургом. Адильхан Сахарик, Ануш Тургенбаев, Хабар, 24, Алматинская область.